Мы знаем. Вы слушайте. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Мы продолжаем утро на Болткоме. Мы это Олег Пек и Александр Шонин. Здравствуйте. И слушайте, прекрасная новость пришла из Японии. Что вы говорите? Там японские ученые недаром едят суши, короче говоря, они обнаружили морских слизней, которые умеют регенерировать себе новое тело. То есть приходит момент, когда вдруг этому слизню, я понимаю, надоедает его старое тело, голова отделяется от туловища, голова существует отдельно, она живет какое-то время, питается, даже передвигается при помощи уж не знаю чего. Но затем она на протяжении трех недель регенерирует себе новое тело, и дальше этот слизень уже продолжает жить своей обычной жизнью. Я подумал, ну какая это прелесть. Вот после зимы, когда все мы обросли жарком, отбросить, так сказать, свое жирное заплывшее и отрастить себе мускулистое, новое, накачанное, молодое тело. Да, я думаю, что, ну если без шуток заинтересовались… Это как в Гамлете, если бы могла моя тугая плоть. Но ученые видят в этом вот какой-то шажочек, может быть, ну не знаю, не к бессмертию, может быть, но к возможности заменять органы человека, вот, скажем, отжившие свое, так как отработанные вот эти шестеренки механизмы, уже регенерированными другими. Мне нравится этот японский план. Ребята, просто надо нам всем стать слизнями. Ну, а слизни такое впечатление, что в свое время пересмотрели немного мультиков Миядзаки. Что-то вот мне напоминает. Слизни вот живут, я понимаю, такой очень интересной, насыщенной жизнью. Здорово, когда можно себе отрастить новое тело, но вот сложнее гораздо, ведь то, что в голове у слизня вот все эти вот его как бы мозги, прочитанные книжки, там, не знаю, просмотренные фильмы, уже никуда не денутся. И вот здесь уже вот регенерировать себе новую голову с объемом знаний, вот это уже является совершенно фантастической задачей. Ну, тут-то можно просто, слушайте, а повело как-то нас, да, на такую... Что явилось предпосылкой таких разговоров? Я, например, хочу продолжить, что, ну, а что, ну, Господи, ну, продолжаю, ну, можно же тоже голову подсоединил к компьютеру, перегрузил, все, переинсталлировал. Другие знания, другие фильмы, ну, и вообще, ну, чем больше смотрят, тем больше знаешь. Ну, конечно, если бы можно было бы в голову вставить флешку и совершенно спокойно получить вот эти самые знания, перебросить их, трансформировать... Ну, пока что эти знания... Пока что мы получаем в высших учебных заведениях. От учителей в детском саду, школе и, да, и в вузах. Далее по списку. А почему? Этому есть рациональное объяснение такому переходу. Мы связываемся с Ингой Ваногой, главой Латвийского профсоюза работников образования и науки, чтобы обсудить актуальные события в сфере образования. А их, в общем-то, несколько. Ну, во-первых, продолжающееся обсуждение изменений к закону о высшем образовании. Хотят тоже весьма проредить власть, придержащую систему вузов. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Вот отношения профсоюза выскажет Инга Ванога, и буквально на днях появилось такое четкое послание со стороны госпожи Ваноги о том, что удаленное обучение в долгосрочной перспективе отразится, и, разумеется, отрицательно отразится, на качестве знаний. То есть, речь уже не о студентах, а о детях и подростках. И вот как раз, да, нам удалось связаться. В прекрасном ореоле сидит госпожа Ванога. Алло, вы наслышите? Инга, доброе утро. Наслышу. Да, если можно, чуть-чуть ближе к микрофону или как-то... Может быть, громче удастся сделать микрофон? Да, я должен. Так лучше. Спасибо. Да, спасибо. Да, и у вас сохраняется немножко такой нимб вокруг вас, у нас в кадре так иногда мелькает, да-да-да, от вашего логотипа. Очень красиво, светоч такой, светоч знаний. Гаспор Ванога, итак, ваш профсоюз выступает четко против грядущих изменений к закону о высшем образовании. Вам не нравится, по крайней мере, одна из норм, вот этот вот предел 4 тысячи студентов, как входной барьер за право называться высшим учебным заведением? А, собственно говоря, почему? Да, потому что мы считаем, что это противоречит мнению самой министра, да, что разве только большая институция, большая школа или большой университет может быть качественной, если мы знаем, что учебные процессы в вузах, да, может быть уже удалённым. И поэтому мы считаем, что нужно оценивать качественные показатели, критерии, а число студентов — это уже секундарно, и надо анализировать, ну, какая стратегия, как будут развиваться эти университеты. А потом, да, мы считаем, что советы, ну, не исключаем, что нужны, но наши предложения, чтобы, ну, эти были добровольно образованы, да, там. И представители советов, ну, будут получать, конечно, зарплату, и сейчас на какой-то период из-за фондов Евросоюза. А потом что будет? Это, получается, нагрузка, опять-таки, на бюджет университета. А о том, что будет через, там, три года или два года, уже никто не думает. Вот новая идея будем реализовать, а как потом? Кто будет платить? Это уже не волнует сегодняшнего министра, да. Да. И еще один блок, где мы считаем, что колледжи должны быть институцией высшего образования. О том еще тоже мы не убедились, что они сохранят свой статус. И, конечно, эта реформа чего-то стоит. И мы считаем, что уже так базовое финансирование недостаточно, да, и все время требует, чтобы мы были в каких-то топах номер 500 на международном уровне. А финансирование для науки и высшего образования уже сколько лет не выполняется. Еврокомиссия, ну, уже в течение, уже много лет уже указывает даже, да, втыкает уже пальцем. Вы выполняете, ну, нормы и обеспечиваете финансирование, чтобы вы могли нормально развиваться. Ну, это такие основные четыре пункта, да, насчет этих. Что за нормы, которые тыкают пальцем со стороны Еврокомиссии? Сколько денег государство должно вкладывать в образование? Ну, вот, известно, 2% в оборону, а в образование? Это только по высшему образованию и науке, да, там они советуют около 3%, но это вместе. И высшее образование, и наука, и развитие, да. А на данный момент? Да, но у нас еще одно для высшего образования, даже мы, наш закон раньше указывал, что должно быть для высшего образования 2%, и для науки 1%, и мы, нам еще далеко до таких указателей. Насколько вот эта реформа, все-таки, которая, ну, вот, продвигается, необходима? Насколько вообще вот нынешняя система высшего образования нуждается в каком-то реформировании и в изменениях? И какие, может быть, изменения нужны? Да, конечно, изменения нужны, и сектор согласен с тем, что изменения действительно нужны, и даже не оспаривает то, что нужны такие советы, которые вы могли посмотреть со стороны, да, и эксперты дать какие-то советы, как дальше развиваться, ну, университету, ну, и высшему вузу, да. Но, опять-таки, чтобы мы не пришли к такой ситуации, что совет будет наблюдать, как там вырабатывать стратегию, и ее не будет возможно реализовать, потому что, ну, не хватает только такого простого ресурса, как финансирование, и кто будет отвечать тогда? Если у нас будет еще одна институция новая, да, совет в вузах новый, да, это полагается по этим изменениям, у него будет очень много полномочий, очень много, да, и там мы тоже смотрели, чтобы у них не было полномочий принимать решения, контролировать решения, и как, ну, два таких, ну, как сказать, ну, больших блоков, ну, надо отделить, кто принимает решения, кто исполняет решения, да, а ответственность все будет нести ректор, руководство, да, сегодняшнее. А почему так? Кто-то будет, ну, давать советы, а их ответственность никакая не будет, и об этом тоже еще идут споры. А говоря о советах, если я правильно понимаю, в частных вузах, как правило, они есть, норма касается государственных, и меня заинтересовало обязательное выдвижение канцелярии президента своего представителя в эти советы. На ваш взгляд, зачем они нужны из канцелярии президента? А, ну, это тоже еще была дискуссия, на каком уровне уже будут вмешиваться, ну, как правители, ну, представители, да, например, президент, да, ну, потому что это уже касается вопроса автономии университетов. И, ну, это тоже такой довольно спорный вопрос, и с какой целью тогда, если мы знаем, сколько у нас университетов и колледжей тоже, которые считаются, ну, институцией высшего образования, тогда, по крайней мере, мы считаем, что надо доверять вузам, да, и руководству, но они сегодня тоже, они в такой позиции, что они должны и, ну, как сказать, такой сами отиска Дарбейба. Да, реализовать, чтобы они могли прожить, чтобы они могли все функции реализовать. С одной стороны, это не так уж плохо, но с другой стороны, тогда и адекватно надо обеспечивать базовое финансирование и бюджетные места, да, для наших студентов. И все время мы, ну, как сказать, ну, это тот инструмент, с которым мы должны конкурировать, с которым, ну, у нас довольно много все-таки, да, и повышается число студентов из-за рубежа. Но если мы видим, что это то, что мы можем экспортировать, ну, что мы можем продать другим, тогда надо там и инвестировать. Но у нас же все наоборот, опять-таки, новая институция, побольше бюрократии, новые, ну, как сказать, растраты уже с нынешних денег. Ну, по крайней мере, надо попробовать, да, как это все будет работать, но, с другой стороны, нельзя требовать резкие повышения качественных показателей, если не будет обеспечена инвестиция, как уже советуют, как я уже сказала, даже с уровня уже еврокомиссии. Складывается парадоксальная ситуация, денег выделяется недостаточно, но при этом требуют ввести новый орган, который будет сжирать еще больше денег, которые не будут доходить, в общем-то, до функции высшего учебного заведения, как таковых, то есть до образовательных функций. Но хотелось бы, знаете, немножечко отойти от, во-первых, я напомню, мы разговариваем с Ингой Иваногой, главой Латвийского профсоюза работников образования и науки. Инга, вы подчеркнули, что профсоюз выступает против смены статуса колледжей, их понижения этого статуса с высшего учебного заведения до профессионального. В этой связи вот какой вопрос. Мы недавно, если не ошибаюсь, на прошлой неделе общались с ректором ТСИ, и он высказался в том смысле, что Латвия на данный момент на первом месте в Европе по количеству высших учебных заведений на душу населения, условно, на тысячу, на сто тысяч, на миллион и так далее. Не слишком ли много у нас вузов, и не слишком ли много внимания уделяется именно вот этому теоретическому научному образованию, и слишком мало внимания уделяется профессиям. Ведь несколько лет назад еще, вы наверняка тоже помните, была такая волна, поднимались дискуссии о том, что молодые люди должны идти и получать какую-то профессию, которая им пригодится в жизни и всегда прокормит, чем диплом, который, поймите меня правильно, в большинстве случаев это просто корочка о том, что ты просидел несколько лет на лекциях и получил диплом, но по большому счету ни о чем, все равно по профессии ты работать не будешь. Ну да, насчет колледжев. Тут опять-таки мы, когда была дискуссия специальная по теме колледжев, там тоже обсуждали то, как статистика образуется. И это не первая ситуация, когда со стороны Латвии дают одни данные, но со стороны других европейских стран колледжи указывают в другом статусе. И вот тут тоже, как кто понимает, или мы даем отчет, статистику на тех высших образованиях, которые реализуют программу бакалавра, магистра и докторантура, или такие показатели. А что касается колледжев, это первый уровень по высшему образованию. И мы тоже спросили данные у Министерства численно, сколько они программ реализуют профессионального образования и сколько высшего образования. И в основном они реализуют программы по высшему образованию. И тогда еще опять-таки такой вопрос. Но если уже доказано цифрами, что колледж реализует программы по высшему образованию, в основном, тогда почему этот статус уменьшать? А насчет того, что тут как краткие программы, и мы считаем, что эта институция как колледж, там можно получить быстрее образование и больше с профессиональными навыками, и быстрее можно реализовать себя на рабочем рынке, включиться в рабочий рынок. Поэтому эти краткие программы, они популярны. И почему этот престиж унижать? То, что сегодня работает хорошо. Но а насчет остальных вузов, там уже они думают, как кооперироваться, как эти консорции образовать. Так что уже в процессе перемены уже происходят. Самое главное – обеспечить помощь при уже первых шагах, и не полагать какие-то репрессии, или опять-таки какие-то, не знаю, кто будет наблюдать и на пальцах смотреть, и еще усложнять посредневную жизнь вузов. У нас звонок есть. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. У меня такой вопрос. А не получается ли так, что, предположим, в УЗК в него приезжают индусы, пакистанцы и еще кто-то, они нам увеличивают статистику, а эта статистика, она нам по боку. Я там не учусь, там учатся индусы, а против меня будут принимать какие-то санкции, потому что у нас здесь слишком много образованных людей. Это такой вопрос. Они в основном, я не знаю таких случаев, чтобы они бюджетные места заполняли, они учатся за свои деньги. Мы считаем, что это показывает все-таки, что им приемлемо наше образование, потому что мы конкурируем с Литвой, с Эстонией, тут тоже рядом. Как они могут ухудшить? Я думаю, что они, наоборот, они дополнительные деньги приносят. Они заставляют педагога тоже уже преподавать предметы на английском языке. Я думаю, что там каких-то негативных факторов, и они в основном все-таки уезжают обратно. Они греют, можно сказать, нашу экономику. Становясь специалистом, возвращаясь к себе на родину, они рассказывают, где получили образование, и, в общем-то, эффект увеличивается, и все новые и новые, и все больше и больше к нам возвращается. То есть работает принцип вот этого экспорта латвийского образования, что тоже весьма неплохо, как статья бюджета, прибыльная как имидж государства, только здорово. У нас звонок, да? Доброе утро. Да, вы немного не поняли мой вопрос. Смотрите, я о том, что у нас отрасль за отраслью в нашем государстве уничтожает. То есть раньше у нас был автомобильный рынок на Румбаре, уничтожили. Теперь его забрали литовцы. Раньше у нас был порт, уничтожили, забрали россияне. На нас постоянно какие-то террористы местные нападают, уничтожают все. Что касаемо образования, смотрите, мы самая образованная страна. Вы говорили, на душу населения, на 100 тысяч, на 200 тысяч или на 300 тысяч. То есть, по сути, мы можем здесь развивать бизнес. То есть мы здесь делаем высшие учебные заведения, приезжают граждане третьих стран, оставляют здесь деньги, подкидывают тем самым экономику, то есть они снимают жилье, ходят в кафе, в магазины и так далее. А сейчас есть какая-то статистика, что мы чуть ли не самые образованные, и нам нужно эту кормушку опять очередную отрасль в нашей стране уничтожать. Я вот об этом. А, кажется, я понял мысль. Но мы же с Ингой, да, только что пришли к общему знаменателю, что как раз-таки все и работает на экспорт образования, и те же самые условные индусы с пакистанцами. Вы вычеркиваете, что мы самые образованные на душу населения страна? Нет. Просто бизнес. Ну, ладно, хорошо. Спасибо большое. Есть, опять же, разница статистика о количестве учебных заведений на душу населения, и как измерить образованность, все-таки это разные вещи. Госпожа Ванога, что касается школ. Давайте вот все младше, младше, младше. Вузы, колледжи дошли до школ. Опять же, ваше заявление совсем свежее о том, что затянувшаяся вот эта удаленка в долгосрочной перспективе отрицательно отразится на качестве знаний. Наверняка это не пустые слова, наверняка есть какие-то предварительные оценки, которые позволили вам сделать такой вывод. Расскажите чуть более подробно о своих наблюдениях. Да, по крайней мере, удаленное обучение не можно заместить тем учебным процессам, которые происходят в школах. И особо для учеников маленьких классов. То, что мы видим, что с этого года начали реализовать новое содержание в первом, четвертом, седьмом и десятом классе. Не хватает учебных качественных материалов и до сих пор. Это одна из проблем. И мы тоже предложили, чтобы пересмотрели период реализации нового содержания, чтобы продлили, потому что невозможно реализовать так, как полагают все документы. Это один повод. Второй — психологическое самочувствие и ученика, и педагога. Уже исследования доказали, что проблема в основном с эмоциональным здоровьем у подростков. И там уже ищет, как им помочь. И наш опрос, который реализовал наш профсоюз, там участвовали больше, чем 10 тысяч педагогов, тоже доказывает, что профессиональное выгорание, профессионализм очень на большом уровне. И это тоже связано и с ковидом, и связано с тем, что довольно много обязательств, которые не получены в ставки, и за которые их не платят. И третий такой блок — это недостатка технологий и компьютеров, и веб-камер, и микрофонов. И это повышает неравенство и учителя, и ученика, потому что не у всех одинаковые возможности сегодня учиться удаленно. И надо рисовать разные методы, и это всё повлияет. И, ну, конечно, учителя делают и будут делать всё возможное, чтобы вот всё это, все эти проблемы решать. Но это потребует довольно много времени для всех сторон. Но если вот эта ситуация продлится, насколько вы считаете, будет удар вот по поколению учащихся, которые вот будут оканчивать школу, или вот сейчас находятся в процессе обучения, вот насколько, может быть, придётся им заново повторять какие-то темы, которые они проходили удалённо? Как вот решить то, что они недополучили, может быть, объём знаний? Как решать? Это, конечно, тут очень важно сотрудничество между школой и семьёй, да, и очень важно, как тоже на эту ситуацию смогут с какими-то поддерживающими механизмами реагировать вузы, да. Мы знаем, что и до этого были курсы такие, чтобы укрепить какие-то знания, недостаточные знания, да, улучшить. Ну, в вузах они нулевой курс, нулес-курс, да, предлагали. Я думаю, что тут надо, надо и какую-то программу, и для, ну, и помощи, ну, понять, какую помощь и в каком объёме нужно обеспечить вузам, да, педагогам, которые работают в колледжах, в университетах. И, конечно, это будет дополнительная работа, не исключая, что кому-то летом и осенью для педагогов, в каком периоде это решится, и, ну, ситуация, ну, у всех, как сказать, ну, равномерно будет. Я боюсь прогнозировать, но то, что я о чём убеждена, что педагог, руководство школы будут делать всё, чтобы, ну, чем раньше, ну, обознать, ну, что удалось, ну, выучить, да, что осталось ещё за бортом, да, какие-то темы, проблемы, и они будут искать разные методы индивидуальные в группах, да, и дополнительные, чтобы помочь ученику, ну, по крайней мере, тут мониторинг, да, в школах по девятому классу и по шестому, третьему уже происходили, да, диагностировающие работы, и это всё имеется в виду, но то, что важно, понять, что педагог тоже сегодня перегружен, это будет требовать какое-то время, чтобы, ну, вот, найти какой-то баланс и друг другу помогли бы. Спасибо, мать швейна. Спасибо, госпожа Ванага. С нами на связи была Инга Ванага, глава Латвийского профсоюза работников образования и науки, и мы успели обсудить, что мы успели обсудить, ведущие изменения в законе о высшем образовании, вот это понижение цен за 4000 входной барьер, чтобы нести гордое название высшего учебного заведения и недостаточность финансирования со стороны государства и прочее, 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 не успели. Единственное, обсудить, я вот, времени не хватает, задать вопрос, на днях прозвучало же со стороны правительства, тоже маякнуло такой намёк, мол, погода хорошая будет, даже не про то, что хорошая погода, почему бы не перенести занятия в школах на свежий воздух. И тут вспоминаются вот эти вот уже слова, что стрижка в лесу – это окей. Мы возвращаемся в лес. Да, в леса. Ну что, мы же пока сделаем небольшую паузу для новостей о Москве, после чего продолжим «Утро на Болткоме». Радио Болткома